Дело в том, что длина злого Черноморского побережья в регионе 1200 километров, а вот под пляжей используется чуть меньше 100. Этого недостаточно, особенно сейчас, когда поездки российских туристов в Турцию и Египет ограничены. Вениамин Кондратьев предложил целенаправленно при поддержке правительства страны заняться пляжным импортозамещением. Мы сегодня имеем как курорт Сочи, Геленджик, Анапа. И если вы замечаете, между Сочи и даже Геленджик выпадает огромный пласт территории, который сегодня тоже побережье. И, к сожалению, мы ее не можем охватить из-за того, что отсутствует транспортная доступность. Это реальный момент для того, чтобы мы сегодня что-то могли с этой огромной территорией сделать. Вот как предложение. То есть транспортная составляющая, как дорожная, там присутствует, но расширить ее насколько возможно. Чтобы вот ту часть, центральную часть, тоже попытаться привязать и к курорту и составляющей нашего общего курорта Краснодарский край. Однако только морем отдыхающей сыт не будет, как сказал губернатор края. Поэтому в регионе также собираются развивать агротуризм. На краевом уровне продумываются маршруты такого вида отдыха. Агротуризм сегодня пользуется большой популярностью. Уже сегодня в крае он разрабатывается и маршруты, но на нашем, конечно, уровне не хватает. Если мы говорим об общероссийском масштабе, конечно, нужно опять-таки транспортная составляющая, продуманная логистика, реклама. В совокупности, если бы это можно подойти с точки зрения какой-то программы уже в рамках Российской Федерации, то есть мы, конечно, максимально подключились. Также глава региона попросил премьера рассмотреть возможности рефинансирования долга гостиничного комплекса центра «Омега» в Сочи. Сейчас он находится в собственности Краснодарского края, но номера распродаются, чтобы погасить банковский кредит. Хотя именно такой гостиничный фонд, по словам Кондратьева, может предложить отдых эконом-класса. А это почти половина всех номеров в Америкинской низменности.